В Министерстве обороны проведен анализ материалов, представленным бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Георгадзе. Из документов следует, что в списке приоритетных американских исследований находятся потенциальные агенты биологического оружия, такие как возбудитель тулеремии, сибирская язва, бурцеллеза, лихорадки Денге, крымская конга, геморрагическая лихорадка и другие заболевания, передающиеся кровососудительными насекомыми. Особый интерес в США вызывает атипичные формы чумы, при том по принципу, чем атипичнее, тем лучше. Польза таких возбудителей проводится в очагах по всей Грузии, в том числе в непосредственной близости от территории России. В полном объеме с данными документами можно ознакомиться на сайте. Опубликованные материалы позволяют нам по-новому взглянуть на биологическую обстановку на юге России. Давайте с помощью слайда 7 проследим развитие в 2007-2018 годах африканской чумы свиней, которая распространялась из Грузии на территории Российской Федерации, страны Европы и Китай. На территории указанных государств в пробах отпавших животных были обнаружены штаммы вируса АЧС, идентичные штаммы Грузии 2007. По информации Россельхознадзора, прямой исчерп только российских предприятий от этой болезни составил более 5 миллиардов рублей, а косвенные убытки превысили 50 миллиардов рублей за прошлый год. Таким образом, анализ материалов, представленных Евгением Георгадзе, вызывает озабоченность у Министерства обороны. И свидетельство о том, что Соединенные Штаты с высокой долей вероятности осуществляют свою деятельность в обход международных договоренностей и под прикрытием реализации защитных или иных мирных исследований продолжают наращивать свой военно-биологический потенциал. Субтитры создавал DimaTorzok